Обстановка с распространением коронавирусной инфекции в Самарском регионе остается напряженной. Чаще всего заболевают жители в возрасте от 18 до 49 лет, отмечают в региональном Роспотребнадзоре. Увеличилась доля заболевших среди работников промышленных предприятий, транспорта, офисов, а также сферы ЖКХ, общественного питания, торговли и услуг. Ужесточение ограничительных мер в регионе обсудили на заседании областного оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса. У нас на сегодняшний день уже есть проект постановления, подготовленный о введении ряда ограничений, в том числе часть ограничений пересекается с теми, которые в Москве реализованы. Но решение пока не принимается только по одной причине, что мы еще не использовали весь потенциал по добровольной вакцинации. Мы должны продолжать, конечно, людей убеждать. Тем не менее, в Самарской области начали готовиться к введению паспортов коллективного иммунитета. Их получат предприятия, где вакцинировано или переболело более 60% персонала. Сертификат будет выдаваться на три месяца и позволит компаниям работать при возможном введении дополнительных ограничительных мер. Пилотные компании, две ресторанные структуры, крупные спа-отели и один ритейлер уже опробовали систему в тестовом режиме и внесли свои предложения по совершенствованию платформы. На этой неделе запланировано общение в среда-четверг рестораторы плюс сфера торговли, включая малоформатку. Глава региона Дмитрий Азаров поручил обсудить алгоритм работы с максимальным числом бизнес-структур. Мы здесь никаких сюрпризов ни для жителей региона, ни для бизнеса не должны подготовиться. Мы должны заранее все вместе обсудить, рассказывать, как это будет работать, чтобы бизнес тоже настраивался заранее. При этом, конечно, рассказывали, какие есть альтернативы. Альтернативы, они понятные, локдаун. Когда мы выбираем между этой ответственностью бизнеса и закрытием, выбор очевидный. На подготовку у бизнеса меньше месяца. Система коллективных паспортов может заработать 1 августа. Учитывая эпидемиологическую обстановку, как в России, в целом, так и в Самарской области, Роспотребнадзор не рекомендует проводить массовые мероприятия в очном формате. Больница региона на Готове в 17 медучреждениях для лечения COVID-19 развернуто 3010 коек, четверть свободны. Дополнительно есть возможности ввести еще 300 коек в Тольяттинской горбольнице номер 1 и 250 в Самарской городской больнице номер 8. Прививку от коронавируса, которая поможет сформировать иммунитет, можно сделать в 168 пунктах. С момента начала прививочной кампании в Самарскую область поступило более 630 тысяч доз вакцины. Светлана Кудрявцева, События.